В Крыму автобус туристами рухнул в обрыв. На трассе Алушта-Феодосия, по предварительным данным, погибли от 4 до 5 человек. Еще 13 пассажиров пострадали. Автобус следовал по маршруту суда Керчь. В нем, по предварительным данным, было 18 человек, включая водителя. Все произошло на 50-м километре трассы Р-29 возле населенного пункта Щебетовка. Автобус съехал в Кювет и упал вниз. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницы Судака и Феодосии. На месте работают сотрудники ГИБДД. Они разбираются в причинах трагедии. По одной из версий, водитель не справился с управлением. Детали этой аварии обсудим, узнаем у заместителя начальника отдела информационного обеспечения деятельности МЧС по Республике Крым, Елизавета Мирошниченко. Здравствуйте, Елизавета. Но прежде всего, конечно, хотелось бы уточнить, сколько же все-таки погибших? Да, добрый день. По предварительной информации, в результате ДТП пострадало 19 человек. Все они уже госпитализированы в городские больницы. А погибших? Вот у нас данные от 4 до 5. Сколько же конкретно? По информации ГИБДД Главного управления по Республике Крым, да, действительно, есть четверо погибших, но это также предварительная информация. Что все-таки в качестве основной версии рассматривается причиной вот этой вот аварии? Пока причина ДТП устанавливается экспертами, на месте работает бригада. После проведения экспертных мероприятий информация будет обнародована специалистами ГИБДД. Что вы можете сказать о погодных условиях, которые были вот в момент аварии на этом участке трассы, о качестве дорожного полотна? Если говорить о погодных условиях, то, по нашей информации, это не могло стать причиной аварии, в том числе и дорожная ситуация. Хотя стоит отметить, что на многих участках федеральной трассы в Крыму сейчас ведутся дорожные работы по улучшению качества дорожного полотна и ремонтные работы. На самом деле эта трасса не имеет такого широкого значения, как другие федеральные трассы. Движение там в связи с ремонтными работами, наоборот, гораздо медленнее, чем это может показаться. И вряд ли водитель мог превысить скоростной режим, но эту информацию все-таки расскажут сотрудники ГИБДД, поскольку они сейчас проводят как раз расследование на месте происшествия. Да, и последний вопрос, Лиза. Скажите, известно, кто же был в этом автобусе? Местные жители или туристы, как заявляется? Сейчас информация об этом уточняется, поскольку все пострадавшие госпитализированы с различными травмами, с различной степенью тяжести. Но, скорее всего, по предварительной информации, это все-таки местные жители. Об этом также говорит то, что автобус был сообщением суда Керч и следовал по трассе внутреннего значения Алушко, суда Кеодосия. Спасибо. Аварию в Крыму обсудили мы с заместителем начальника отдела информационного обеспечения МЧС по Республике Крым Елизаветой Мирошниченко.